сегодня в программе прямой разговор мы поговорим об одном из самых распространенных в мире хронических заболеваниях сахарном диабете и сегодня у нас в студии шушан а в океан врач-эндокринолог шушана здравствуйте здравствуйте шушана расскажите пожалуйста что такое сахарный диабет почему эта болезнь возникает сахарный диабет это группа метаболических заболеваний характеризующиеся хронической гипергликемии то есть хроническим повышением уровня глюкозы в крови причиной может быть как недостаточная секреция инсулина поджудочной железой так может быть причина это недостаточное действие самого инсулина то есть его достаточно в организме но он не действует не работает так как нужно либо это может быть комбинация то есть как недостаточная секреция инсулина так и снижен его эффект я знаю что существует два типа диабета чем они отличаются да на самом деле существует но два типа диабета это самые распространенные это сахарный диабет первого типа есть сахар 9 2 типа также выделяют редкие формы диабета да и генетические но они слава богу редкие их не так много и в отдельную группу еще выделяют гистационный диабет то есть это сахарный диабет который возник у женщины именно во время беременности да сахарный диабет первого типа это вот именно тот случай когда я говорю что пожилочная железа по каким-либо причинам перестала выделять инсулин то есть вот инсулиновая недостаточность как ученые пришли к выводу что все-таки это как аутоиммунная болезнь то есть по каким-либо ну как считается так что это все-таки генетическая предрасположенность то есть человек уже рождается с предрасположенностью чтобы его иммунная система да кто то есть если у человека например там бабушки болели диабетом да он сразу в зоне риска получается какой тип да я сейчас вот про первый тип говорю я имею ввиду что там генетическая предрасположенность имеется с рождения но должен сработать какой-то триггер это чаще бывает в детском подростковом возрасте но может быть и там после 20 лет тоже часто достаточно и вот этот триггер это или стресс или какая-то вирусная инфекция что приводит к тому вот что-то триггер запускается то иммунный процесс против собственной пожилочной железы разрушая островки латгерганса это именно вот клетки которые выделяют инсулин и что приводит к очень быстрому вот развитию первого типа а второй тип чем отличается он чаще развивается все таки в зрелом возрасте чаще вот у людей со вторым типом есть и ожирение то есть это тот диагноз который мы нарабатываем в течение своей жизни грубо говоря то есть на второй тип на развитие второго типа сахарного диабета влияет образ жизни ну да очень не могу сказать прям в сто процентов но если не контролируемый человек не следит за своим питанием да не контролируемого там кушает какую-то жирную наверное гиподинамичный образ жизни обязательно нужно двигаться и но это не говорит как бы вот особенно если в семье со вторым типом да вот человек знает что у него мама у папы или тем более у обоих родителей там есть диабет то он уже в зоне риска и люди должны менять своим и вкусовые привычки да и в целом образ жизни есть вредные привычки от них отказываться бабу повышать физическую активность вот как раз мы хоть я хотел вас спросить о профилактике давайте тогда сразу и обозначите какой образ жизни должен вестись человек чтобы не заболеть сахарным диабетом второго типа но это вообще как бы мы все за 100 чтобы нация была здоровая да даже если нету в семье случаев диабета второго типа все равно как бы чтобы продлить свою жизнь как много как можно дольше не болеть грубо говоря да все должны и и питаться правильность спортом заниматься но если у человека в семье есть один из родителей с диабетом да или там у брата или у сестры то есть вот бабушки и дедушки тоже да но родственники первой линии это прям очень высокий процент то все уже надо знать да что я понимать что я в зоне риска если есть лишний вес надо медленно от него избавляться а почему я говорю медленно потому что мы должны поменять образ жизни не так что вот на какой-то короткий период я вот быстро скинул но потом это все легко набирается да поэтому надо вот мы менять свой образ жизни пересмотреть свое питание обратиться ну к специалистам в первую очередь потому что может нету диабета но есть преддиабета это тоже уже до определенная а преддиабет это что это уровень сахара в крови да это уровень сахара когда он еще чуть выше нормы но все-таки еще до уровня диабета не дотягивает я слышала однажды мне врач ваш коллега рассказывала о том что бывают всплески нововыявленных пациентов после каких-то потрясений в обществе вот после бесланских событий она сказала что было очень много нововыявленных людей заболевших сахарным диабетом это это действительно так и получается что не только образ жизни влияет но и какие-то нервные потрясения нет конечно не только образ жизни да образ жизни дает как ну чтобы мы были вот в зоне риска да вот за последние несколько лет то что но прям вот было очень сильно заметно это конечно ковид после ковида был очень большой рост больных сахарным диабетом но именно особенно второго типа но это связано да тем что это конечно это вирусная инфекция какая-то новая для организма новая для медицины в принципе да и что это для нашего организма только вот течением лет будет но опять же люди тоже нервничали конечно да столько многие именно боялись заболеть да ну что происходит стресс плюс самое как я говорил это тот самый триггер а сейчас как обстоят дела ну настоящий момент конечно заболеваемость с каждым годом сахарным диабетом все равно растет как и первого типа так и второго типа но тоже связано с питанием с экологией со стрессом вот в последней статье я читала про грудное вскармливание да то есть очень часто вот эти вот исследования проводят как влияет грудное вскармливание ну то есть вот как защищает защищать грудное вскармливание и проведены исследования что дети которые были на искусственных смесях и особенно на коровье молоке потому что сейчас его конечно ну запрещено но есть дорогие мамы которые продолжают который вот как по старым привычкам да как было до заведенного в то время растили на вот именно дети которые вскармливались на коровье молоке тот последний исследование что у них риск чуть-чуть ну выше чем выше заболеть сахарным диабетом вообще белок который находится в коровье молоке он для детского организма его тяжело переваривает да он также отрицательно на почки влияет ребенка иммунная система она у нас закладывается как внутриутробно так и первый год жизни и поэтому вот это белок коровьего молока он как бы приводит вот к неправильному формированию этой иммунной системы ну младенца а лучше природы человек пока еще не может придумать поэтому именно вот грудное молоко оно как для есть и первый тип это лучшая профилактика то что мы рпичики нашего иммунитета данные первые такие даже можно сказать фундамент для будущей жизни что касается развития диабета во время беременности это очень частое явление во время беременности ну ну да это не редкость касаемо гистационного до диабета гистационные это когда до уровень сахара у беременных повышен и ну а также обязательно женская консультация должна отправить женщину к эндокринологу и уже то есть это не то это то состояние где требует очень такого жесткого контроля беременные обязательно должны проходить школу диабета если у них тем более такое выявилось и уже под жестким контролем как женской консультации так и эндокринолога врача но ведется данная беременная но или вы имеете ввиду причины причин это тоже до профилактика это планирование беременности если есть лишний вес с надо стараться все-таки чтобы его снизить перед беременность потому что очень часто гистационный диабет развивается именно у женщин которые забеременели уже на фоне избыточного веса ну и еще мне кажется во время беременности опять же да как и вопросы с грудным вскармливанием очень многие беременные ну что я лично наблюдала то есть они ей если что-то хочется беременно это неприкосновенно да там хочется ехать копченую курочку да там или что-то другое а на самом деле для беременных же тоже существуют специальные диеты которые нельзя особенно там после второго триместра беременности да чтобы не было отеков не набирать лишний ну да конечно беременность это наоборот такой самый важный ответственный период в жизни женщины и там наоборот да я я наоборот тоже считаю что во время беременности женщина вдвойне должна следить за своим питанием потому что она несет ответственность не только за себя но уже за человека который внутренне что она вот вам как кажется сейчас общество стало более как сказать благоразумным или разборчивым к вам часто обращаются к вам как диетологу я знаю что вы еще и диетолог вам часто обращаются беременные там женщины которые или женщина которая планирует беременность которая хочет подготовиться к ней да но обращаются особенно очень часто обращаются до на этапе планирования в последнее время чаще действительно но наверное вот средства массовой информации как-то молодежь более внимательно осознанно чем например мое поколение да и да потому что раньше вообще мне кажется не было такого я имею ввиду вообще да там больше там 20-30 лет назад как планирование но сейчас нет сейчас молодежь там и чикапы проходит опять же не все но осознанность точно выше стала потому что все таки да и читают много в телефонах да вот ну плюс мне кажется вот здоровый образ жизни он стал уже модным до модным то есть раньше такого не было раньше до пропагандировать и красота в принципе да там была абсолютно другой там вот эти очень худые девушки да с такой скажем нездоровой внешностью да это были такие 90-е годы сейчас более в естественную сторону уже да сейчас уходит в более естественную сторону я с вами согласна шушана сахарный диабет это тоже уже образ жизни особенно для людей которые родились с этим диагнозом с этим заболеванием расскажите пожалуйста об этом прям вот с диагнозом диабет я по крайней мере не слышала что кто-то родился я имею ввиду чтобы вот младенец родился ему сразу поставили да если вот в семье но чаще если мы говорим вот про ранние формы диабета это все таки первый тип да и если он вот возникает может возникнуть даже вот там с годика с двух и тут уже другая причина как я говорила вот антитела вырабатывается то есть свой же организм своя иммунная система разрушает клетки порученной железы которые отвечают за выработку инсулина и это бывает чаще детки и вот они уже вот с малого возраста если родители замечают что ребенок много очень пьет часто бегает в туалет да у него сначала аппетит бывает повышен наоборот но он вес не набирает затем наоборот он уже ничего не хочет есть и вот сильно теряет весе то обязательно нужно обратиться к своему сначала терапевта и он же отправит куда надо то есть это не прям вот то что не рождается а рождается с предрасположенностью и но тем более если у кого-то из родителей есть сахарный диабет первого типа но они уже как правило бывает насторожены они уже вот тщательно следят за своими детьми и при малейших каких-то отклонениях они проверяют уже знают в какую сторону смотреть и какому врачу обращаться а если говорить об образе жизни сахарным диабетом это что должен делать человек для начала обязательно пойти к врачу то есть очень часто бывает что просто сдали кровь на педа биохимию там свои поликлиники увидели высокий сахар и есть такие до сих пор даже вот в нашей современном современности люди которые вот сосед какое-то лекарство сказала они его пьют да то что и ей хорошо помогает да так делать вообще мальчина то есть если уровень сахара в край выше нормы то терапевт обязательно отправят к эндокринологу нужно обязательно посетить врача эндокринолога и уже в зависимости там от уровня сахара до от каких-то но там не только от сахара зависит еще есть ряд других анализов после вообще всех обследования которые назначат врач эндокринолог обязательно нужно определиться с терапией да потому что там может быть либо таблетированный препарат их тоже разные группы либо инсулин их уже в зависимости от этого тоже образ жизни до питания как я уже говорила потому что все-таки уровень сахара в крови это наша еда это то что мы едим и даже самые новые препараты там самые вот последние группы они не могут ну как сказать неограниченно снижать уровень сахара если человек не соблюдает диету то есть да не так что пью лекарства я все что хочу да обязательно соблюдать диету это главная профилактика осложнений и дальнейшего как сказать ухудшение течения диабета да это именно следит за уровнем сахара в крови то есть это диета физическая активность избавление от вредных привычек я знаю что у этих людей всегда бывает на готове да что-то там пачка сока или конфет на случай гипогликемии больного сахарным диабетом упал уровень сахара в крови но на самом деле как бы точную цифру это каждый чувствует по своему и в общем они это уже ощущают главное вот им понять это и собой да они действительно носят или кусочки сахара или сока это нужно быстро выпить чтобы ну не ухудшилось и не потерять сознание люди которые находятся в окружении как распознать что происходит с человеком вот если внезапно там упал уровень сахара и человек упал в обморок лучше пациенту с сахарным диабетом особенно если он склонен гипогликемии но не прятать это от окружающих я не говорю что всем встречным рассказать то есть не все склонны да это должна быть тоже склон ну как не то что склонны я пациент приходит например я один из моих обязательных вопросов бывает как часто у вас бывает гипогликемии и кто-то может сказать вообще никогда не это чаще вот у второго то есть тоже все индивидуально там действительно все индивидуально а у больных с первым типом это бывает ну достаточно часто особенно за у тех кто очень следит кто не дает уровню сахара высоко повышаться да такие наши в самые внимательные наверно пациенты это к чему рассказывала что не скрывать потому что часто бывает даже на улице то есть может молодой парень лежать кто-то подумает ну вот по чем-то да грубо говоря проходит мимо а на самом деле человек может быть гипогликемии он просто потерял сознание от окружающих вообще не раскрывать от своих близков близкого окружения имею ввиду и то есть если человек он может уже как правило они на иже чувствует у них то стаж диабета большой бывает и они свой организм очень хорошо чувствуют и вот они говорят что я чувствую что как будто мне холодно какие-то мурашки да они не имеют чувствуют какое-то они менее вот какое-то такое ватное состояние да и вот они уже знают что-то сладкое выпивают но сок или вот сахар их должно отпустить то есть это не должно перерасти в тяжелую гипогликемии с потерей сознания вот это опасно я знаю что диабета даже можно впасть в кому да это собственно вот гипогликемическая ком это если уже какая-то тяжелая гипогликемия которая во время не купировалась и да как бы свой мозг пострадал человек впадает в кому и что к сожалению может привести к летальному исходу но все-таки помочь им конечно же можно какие осложнения вызывает диабет сахарный диабет вызывает ряд осложнений но самые распространенные это диабетическая нефропатия это специфическое за поражение почек при сахарном диабете также диабетическая ретинопатия это поражение глаз диабетическая нейропатия положено это поражение нервных окончаний так ну и макрососудистая то есть как сказать глюкоза она обладает таким свойством который называется глюкоза токсичность да и когда она уж уровень выше нормы то есть она оказывает токсическое влияние на в первую очередь на мелкие сосуды это мирка микроциркуляции на нервные окончания вот соответственно где у нас самые мелкие сосуды это глаза почки капилляры вот все поражения в первую очередь идут оттуда и соответственно дальше уже но если человек совсем не занимается своим здоровьем то все по нарастающей идет насколько важно людям с диабетом следить за своим состоянием в общем там ходить к окулисту да или другим специалистам да обязательно но это все я говорю под контролем эндокринолога а то есть да 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 уже отправляет шушана я знаю что у вас в диспансере проводят и лекции направлены на то чтобы люди до знали больше об этой болезни и различные мероприятия особенно ближе ко дню борьбы с этим заболеванием но также у вас еще работает и школа диабета расскажите о ней подробнее школа диабета это ну как уже да видно уже из названия да это школа для пациентов с сахарным диабетом пациент запи его участковый эндокринолог до которому он относится по своему частку он его направляет в школу диабета записывается и там есть количество занятий и вот с первое самое по последнее занятие человек проходит обучение в школе то есть мы это впервые выявлены обязательно должны вот как только человеку поставили диабет сразу его направлять школу диабета и там уже я провожу до занятия в школе диабета все на самого начала мы вот как в школе что-то и объясняется пациенту что у него за заболевание да как оно у него возникло почему возникло обсуждаем его терапию также профилактику осложнений да вот все что мы сверху ну до этого говорили и про гипогликемии говорим до осложнения на ноги все вот эти темы обсуждаются обсуждаем также как нам прийти к целевым цифрам да чтоб сахар все-таки в оптимальных для данного пациента находился диапазоне и вот соответственно к окончанию школы пациент прошел школу у него знания закреплены и он лучше уже понимать что у него за заболевание может быть даже где-то страх уже да страха до уходит бывает что даже вот просят кто-то из родственников и вот они вместе там там с мужская пара где жена готовит и вот мы обсуждаем как ей готовить для него пищу правильную особенно если ребенок надо только соответственно с родителями этот проект вообще давно работает школу школа диабета в диспансере уже очень много лет просто как последние несколько лет еще больше на этом сфокусировалась она еще более расширилась и мы стали больше собирать классов безусловно это очень важное направление вашей работы шушана я желаю вам поменьше пациентов вашим пациентам более легких форм я желаю всем здоровья до чтобы эти кто не болел спасибо что пришли к нам студию